Ну что, господа, я рад всех приветствовать. Мы находимся в BMG Drive и прошлый выпуск был посвящен шашкам немножечко необычным. Нам нужно было проехать на Гранд Чироке 1000 лошадиных сил на скорости 400 км в час в течение 5 минут, не отжимая газ. И мы, более того, друзья, справились с заданием. Кто не смотрел этот эпик, обязательно посмотрите. Но также в комментариях вы мне предложили новую идею, вернее, наверное, даже задание. Мне действительно понравилось то, что мы с вами реализовали в прошлом выпуске. И сейчас мы то же самое, друзья, реализуем, но только с фурой. На фуре дальнобойщика у Василия. Его давно просили, пожалуйста, но учитывая какой транспорт габаритный, но не забывайте, это мощная фура. И мы будем сегодня иметь скорость под 300 км в час. И нам точно так же нужно на этой фуре постараться удержать 5 минут, не отпуская тормоз. Друзья, еду без всяких взрывоопасных веществ, без груза, хотя бы просто попробовать. Итак, друзья, готовимся. 3, 2, 1. Старт. Поехали. Кто-то из вас скажет, что было бы правильнее, наверное, фиксировать скорость, фиксировать время, когда мы набираем максимальную скорость. В какой-то степени это правильно. Но у нас другая задача. Мы нажимаем газ и его не отпускаем ровно, ну все, я понял, ровно 5 минут. Ну вы посмотрите, даже машин сейчас больше. Да я здесь не проеду. Это бред. Это просто бред. Уйдите. Так, хорошо. Шашечки. Хорошо. Пока хорошо. Е-мое. Друзья, сразу проблем... Нет, это невозможно. Это будет невозможно сделать. Так, все, тормозим, тормозим. Не убивать главное. Не забываем. Задача не убить. Слушайте, выворот очень сложный. У КамАЗа очень сложный выворот. Я понимаю, что, конечно, такую фуру многотонную повернуть тяжело. Удар пришелся в заднюю часть бэхи. Отсутствует жопа напрочь. Но никто не сидел на пассажирском сиденье. Водитель вроде бы остается живой. Здесь тоже машина достаточно получила серьезные повреждения. Но главное, что сегодня еще пока никто не погиб. Но машин реально много, друзья. Но, походу, человек, который мне это предложил, наверняка понимал, о чем он говорит. И, ну, куда ты лезешь? Прямо под фуру. Куда ты лезешь, бэха? Ну, все, у нас время пошло, друзья. Я время засек. И, в принципе, она меня тормозит, по идее. Ну, это считается. Так, куда ты, Роллс? Да вы что такие наглые все, а? Напокупали машин себе, значит. Ну, все, хорошо. А ну, и опа, бампер сняли. Бампер, Роллсико. Все, газуем, друзья. Газуем. У нас 30 секунд уже есть. Плевать, что они нас затормозили. Еще раз говорю. Газ зажали. Через 5 минут отпустили. Если мы отпустим газ раньше, то, к сожалению, миссия... Да почему? Почему ты так делаешь? Ладно, плевать. Плевать, живые. Живые остались. Все, едем дальше. Едем дальше. Слушайте, они перестраиваются. Что-то в прошлый раз они так не перестраивались. Так, проехали. Хорошо. 170 километров в час. Это невозможно. Это будет невозможно. Обочину. Хорошо пока. Слушайте, я не знаю, почему, с чем связано. Возможно, это обновленная карта. Как вы можете заметить разницу, да? Здесь, наверное, трафик работает лучше. И вы видите, насколько его здесь много. Потому что по количеству... Ну, там на 3 машины больше, чем в прошлый раз. Но я сейчас... Да почему ты... Почему ты на обочину выехал? Слушайте, они тогда обочину не цепляли. А сейчас еще и обочину цепляют. Ну, сорвали бочину. Прям открыли консервную баночку. Но опять же, живой. Живой у нас остался водитель. И все пока что живые. А, у нас еще здесь авария. Здесь мы тоже приоткрыли дверь. Но мы видим, что никаких серьезных последствий вроде бы нет. Сейчас главное резко оттормозиться. 185 километров в час. Тихо, пятнашка. Тихо, торможу, друзья. Все, дальше я в любом случае не поеду. Главное тормозить. И, на удивление, скорости были большие. Но пока что никто не погиб. Пострадал только металл. Мне кажется, друзья, перед тем, как подобную миссию выполнять, мне все-таки нужно было хотя бы просто поездить здесь, на КамАЗе. Я здесь на КамАЗе вообще ни разу не ездил. Но я разницу чувствую с прошлым разом. Действительно, трафик сегодня ведет себя максимально, наверное, неадекватно. Потому что резкие перестроения бесповоротника, какие-то перестроения на обочину, которая нас зачастую, наоборот, спасала, да? Так, ну подожди. Ну куда ты лезешь-то? Куда ты лезешь? Мы притираемся из-за этого. Ну давай, обгоним по обочине. Ну здесь шашки нереально играть, друзья. Большое количество. Это еще не максимальное даже количество машин, понимаете? То есть, ну вот сейчас, наверное, интересно было бы... Ну, максимально притерся. Хорошо. Зато дверь сорвали. Дверь сорвали. Ну ладно, едем пока. Едем живые. Ой, я здесь не проеду. Опять, опять обочину он цепляет. Опять об... Оп, сорвали зеркало. Так, что-то с колесом. Опа, повел. Оп, вот и трупы. А вот и трупы появились. А вот тормозим. Тормозим, тормозим, тормозим. Все. Мы перекрываем трассу полностью. Все три полосы у нас оказываются перекрыты. К сожалению, серьезный удар произошел в заднюю часть семерки. Слушайте, я не знаю, что делать. Мне либо понижать количество машин, либо пытаться дальше. Но я понимаю, что это бессмысленно. Ребята, вот, зажало их. И плюс машина загорелась. Разумеется, здесь, скорее всего, было бы два трупа. Господа, если вы думаете, что такие, как дальнобойщик Василий, существуют только в BMG Drive, то вы глубоко ошибаетесь. Их достаточно на серверах Радмира в криминальной России. Конечно, с такими пытается бороться полиция и старается защитить граждан. И если вы вдруг хотите почувствовать себя в роли дальнобойщика, то можете смело присоединяться. Только помните одно. Здесь фуры нужны для того, чтобы развозить товар по магазинам и прочим бизнесам. Но никак, чтобы убивать других людей. Просто не забывайте, что вокруг вас настоящие игроки. Присоединяйтесь, друзья, обязательно. Ссылочка в описании есть. А для вас я приготовил промокод BMG. Нажимаете кнопочку M, спускаетесь вниз, активировать код и вписываете промокод BMG. По достижению четвертого уровня вы получите от меня поддержку в виде денежек и две замечательные кепочки BMW и Mercedes. Я играю здесь уже 6 лет и буду очень рад видеть вас. Приятной игре. Сегодня реально, господа, какое-то чудо. И я все-таки полагаю, что это из-за обновления карты. Потому что машин, ну прям огромное количество. И что самое интересное, большее количество машин именно на нашей полосе. То есть, видите, впереди. Мне кажется, сейчас как раз-таки и нужно устраивать шашки на легковом автомобиле. А что мы стоим на аварийке здесь? Нет, слушайте, я не могу без отпускания газа. Это бессмысленно. Вот реально бессмысленно. Давайте, может быть, хотя бы с отпусканием газа продержаться. Я не знаю, вот так вот я смогу как-то, понимаете. Ну уже красиво, да, уже сделано. Но я сейчас отпустил газ. Потому что, ну я так не могу. То есть, я могу маневрировать, пытаться торопиться. Давайте так. Давайте тогда без времени. Потому что, ну смотрите, ну как я здесь вот проеду? Как я здесь проеду? На обгон пошли. На обгон. Вот. Вот, слушайте, ну вот это другой разговор. Вот сейчас реально интересно. Но здесь мы обочину в любом случае цепнем. Обочину немножечко. И идем на обгон. Бэха. Бэха, посторонись. Я сейчас, друзья, просто проеду. Хотя бы посмотрю, что это такое. Ну опять, опять лезет. Опять вот. Отъехал. Хорошо. Скорость, ну, 115. Мне кажется, нужно хотя бы 150 иметь скорость среднюю. 300 километров. Нет, друзья, все, забыли эту тему на самом деле. Я понимаю, что здесь мы 300 никогда не возьмем. Если возьмем, то буквально на одну секунду. А вот так вот. Вот такие вот шар. Смотрите, как болтать начинает сразу. Как фуру начинает сразу нести. Так, стоп, 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 стоп. Оп, не цепанул, не цепанул. Да уходи. Оп, хорошо. Вот сейчас было хорошо. Так, тормозим. Тормозим. Вижу, что патовая ситуация. Мы здесь ничего не сможем сделать. Теперь выворачиваем на полосу. Хорошо. Слушайте, ну профессионально. Учитывая, что скорость мы не сбрасываем менее 100 километров в час, мне кажется, очень даже хорошо. Так, не цепанул бы Бэху сейчас. Хорошо. Семерочку не цепляем. Ну, шашки получаются. Опять же, смотрите, еще с Бэхой немножечко сейчас шашкуем. Опять же, я быстрее еду всего потока. Но 130 километров в час по трассе, ну... Опять же, с таким потоком, мне кажется, вполне. Но не затеваем. Самое главное, да, мы рассчитываем прицепт. Смотрите. Нет, 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 не перестроимся. Хорошо. Мы даже не зацепили ни один раз отбойник, чтобы вы понимали. Пока идет все идеально, можно сказать. Обгон. Ой-ой-ой. Вот и зацепили. Вот и зацепили. Ну, тяжело. Тяжело, конечно. Ой-ой-ой. Обходим. Обходим. Видите, что перестраиваются? Как, а? Резко. Что вытворяют. Так, давай-давай-давай. Бентли. Бентли, уходи. Бентли, уходи. Оп, зацепили. Зацепили все-таки немножко. Но тормозить мы не будем, потому что мы спешим. Дальнобойщик Василий, как обычно, спешит. А вот если кто-то сейчас перестроится прямо перед нами, тогда будет настоящая проблема. Так, шашечки небольшие. Показываем. Хорошо. Хорошо. Скорость 150 практически километров в час. Ну, ладно. Все, пробуем, друзья. Разгоняюсь. Сейчас дорога, в принципе, почище стала. Мне кажется, сейчас будет... Во, хорошо. Вот это шашки пошли, друзья. Скорость. Хотели 200? Будет 200. Сейчас попробуем выжить. А, блин, притормаживать буду, друзья. Не могу так. К сожалению, так не могу. Жига, уйди. Жига, жига, жига. Хорошо. Отлично. Вот здесь вот проблемка сейчас будет, по-моему. Отлично. Через обочину. Через обочину ушли. Хорошо. Так, выходим на левую полосу. Отлично. Слушайте, но поток хорошо идет. Хорошо. 170 километров сейчас. Мы прям учимся, да? Прям учимся в прямом эфире. Так, а вот здесь мы... Ать, 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 ать. Ушел. Ушел. Но зацепил. Зацепил отбойник. Опять же, видели, да? Здесь даже я не виноват. Они поворотники не включают и резко перестраиваются. Я не успеваю среагировать. Так, здесь небольшой у нас подъем идет вверх. Скорость набирается достаточно медленно. Вот, видите, резко опять перестроился. Ну, давай еще на мою полосу перестройся. Ребят, пока ни одной аварии не было сейчас. Мы достаточно продолжительное время едем. Просто едем. Но все равно едем с большой скоростью. То есть не отпускаем ниже 100 километров в час. Если, допустим, сделать правило не опускаться ниже 100, то у нас, по идее, будет все получаться. Опа. А 200 мы сейчас возьмем. Друзья, возьмем определенно. В этом я даже не сомневаюсь. 190. Но. 195. Так, еще шашечку небольшую. Так, здесь опасно. Здесь опасно будет. Оп. Хорошо. Не зацепил. Вот это хорошо сейчас было. 180. Давай 200. Немножечко, буквально. 180 километров в час. Все, сейчас по левой стороне. По правой, по правой возьмем 200. 190. Только не перестраивайте, ребят. Ребят, пожалуйста. Ребят, ребят, не надо. Не надо. 200. Есть? Есть. Так, шашечку. Оп. Хорош. 215. Ну, 300 я навряд ли смогу. 300, друзья, не потяну уже. Ой, опасно. Ой, опасно. Шашечки пошли. Шашечки грозные пошли. 250. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, немножко притормаживаю. Немножечко, потому что не вывезу. Не вывезу. Вот это хорошо. Вот это миллиметражик. Сколько? 220. Ну, все, привыкаем. Мы прям привыкаем, господа. Ну, опять же, задача хорошо. Доехать хотя бы до конца. Вы знаете, что протяженность большая, но она рано или поздно закончится. Это... Опа! Опа! А вот здесь-то вот накаркал. Наверное, можно сказать и так. Накаркал серьезнейшая авария. У нас там есть кто-то в пассажирском месте? По-моему, нету. На пассажирском никто не сидит. Насчет водителя не знаю. Веста. А удар конкретно пришелся... Оу! Оу май! Вот здесь конкретно уже мы понимаем, что... Бахе не повезло. Вроде большой такой, да, кроссовер, но, к сожалению, не уберег ни водителя, как я понимаю, ни пассажира. При этом скорость у нас еще 150 км в час. Мы зажимаем. Продолжаем, друзья, нестись еще. Зажимаем две машины. У нас фура переворачивается. Еще, скорее всего, догоним. Бентли! Догоняем! Ох ты ж, неприятненько. Для Бентли это очень неприятненько. И не только в плане здоровья, но и в финансовом положении. Здесь достаточно серьезный удар пришелся. И, к сожалению, мы заезжаем прямо к себе в прицеп. Выходит дальнобойщик Василий. Дальнобойщик Василий, понятное дело, остался живой, хоть и с травмами, но устроил ад. Устроил настоящий ад. И тем мы с вами смогли сделать вывод о том, что можно, естественно, на большой скорости, но, к сожалению, не отжимая газ, это сделать невозможно. Слушайте, а я вот подумал, а почему бы нам не попробовать поехать без прицепа? То есть будем считать, что это у нас некий такой легковой большой автомобиль. Пусть в четыре раза больше обычного легкового и тяжелее наверняка управляется, но хотя бы пять минут без отпускания газа, я думаю, продержаться может получиться. Опять же, что я вижу? Да что я вижу? Как я сейчас... Ой, она как по маслу едет. Слушайте, она в дрифте. Она мне в дрифте, я смогу? Нет? Опа, есть! Хорошо, сейчас было опасно. Не отпускаю, друзья. Но скорость бешеная. Для такого КамАЗа многотонного скорость... Ой, его заносит, его заносит, друзья. Вот сейчас реально как по маслу. Смотрите, что? Жопа просто виляет, смотри, ходуном ходит. Обалдеть. 286. Ой, я чувствую, сейчас бедно творит. Дальнобойщик Василий, если продержишься... Я вот так не смогу, друзья. Все. Я понимаю, если кто-то написал бы мне без прицепа дальнобойщиком Василием... Не-не-не-не, это бред. Это бред просто. Она вообще неуправляемая. Сейчас три машины и все, нам конец. Три... Сколько? Что за бред? 400, что ли, поедет? Ну, это бред. Я отпущу газ. Вы что, угораете? Вы что, уго... Подожди. Какого нахрен 360? Нет таких цифр! Нет в КамАЗе таких цифр! Ладно, обочина спасает. Как? Это что сейчас было? Обочина спасай! Все, уходим, уходим, уходим. На центр. Хорошо. Так. Первая полоса свободна. 374 километра в час. Господи. Пока держимся. Ой, друзья, вы понимаете, так чему это все ведет? Вы понимаете, чего объяснять. Все прекрасно. Обочина спасай. Обочина спасай! Хорошо. Так, налево. Уходим в шашечки. Блин, хорошо держимся, а? Невероятно. 400 возьмем? Господи, есть! Как на СРТ. Только на КамАЗе! Неуправляемом, блин! Охренеть. Давай, левее, 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 левее. Пошел. Хорошо. Отлично. Вот это, друзья, шашечки. Вот это я понимаю. Думаю, такого вы примерно ждали. Главное сейчас не налажать. Давай, левее, 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 левее. Ага. Хорошо. Правей, 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 правей. Так, левее, 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 левее. Господи. Ой, хорошо, едем, друзья. Просто я не знаю. Мы не едем. Мы сейчас плывем. На катере как будто. Господи. 380. По 400 километров в час. Вы просто обдумайтесь. Друзья, она еще как-то держит. Ее еще как-то не заносит. Не дай бог три... Уйди! Уйди, уйди. Три машины, не дай бог, будет. Тогда будут проблемы. Пока что просто везет. На время, друзья, даже смотреть не буду. Мне неинтересно, сколько времени. Мне сейчас главное доехать. Хотя бы до конца. Это будет очень хорошо. 400 километров в час. Господи, 395. Как же это много. Ну, для КамАЗа это... Стоп, 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 стоп. Хорошо. Три машины. Три машины. Успеем, успеем здесь вывернуть, наверное. Есть. Хорошо. Опять переходим на свою полосу. Налевую, наша левая. Ребят, только не перестраивайтесь резко. Я не ожидал такого, не знаю, друзья. То, что сейчас происходит, это... Это просто чудо. У меня просто сердце аж колотится. Я понимаю, что я сейчас... Ой-ой-ой. Держи, держи. Вот дурак. Вот дурак. Апа-па-па-па. Зацепил. Зацепил, господа, все-таки. Двоих причем. Двоих. И пятнашечку. Живые, живые. Хотя скорость я им нагнал наверняка. И весточку. Опять же, автоваз. Что здесь делает автоваз? Почему именно вы, не иномарки? Но, ребята, не получили вроде бы серьезных каких-то ударов. Конкретно по телу. Поэтому будем считать, что им крупно повезло. А нам сейчас необходимо... Ммм... А у нас колесо взорвалось. А что мы можем сделать? А что мы... Опа! Зацепили ролсик. Слушайте, ну это просто ураган. Вот сейчас это ураган. И колеса вот эти летающие. Это все ураган. Я даже боюсь за этим наблюдать. Куда вот колесо полетит, тоже непонятно. Но у меня про... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Уходи. Вау! Это было просто красиво. Дверь забрали. Но! Скажите спасибо, боженьки. Что только дверь. Не вас. Просто смотрите. Ровненько. Мы даже ничего здесь больше не испортили. Просто забрали дверь. И все. Этой бэхи. Вот она. Вот. Демонтировали. Аккуратненько. Быстрый демонтаж зверей. Это невероятно. Не знаю, куда там попало колесо. Друзья, остановлю немножко время. Потому что вижу, что творится что-то впереди. Опа. А, это у нас куда-то заносит Роуз-Росик. Кстати говоря, депутат, которого везли, все-таки получает какие-то повреждения. Звездное небо. Ему здесь не поможет, понятное дело. Но у нас до сих пор несется с огромной скоростью КамАЗик. Я пытаюсь выруливать. Пытаюсь, пытаюсь. Ребята. Держу, 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 держу. Нормально, нормально. Скорость 200. Держу, держу, держу. Нормально. Хорошо. Слушайте, ну, кстати. Ну, каких-то прям серьезных моментов таких нет. Держим пока. Держим. Не знаю, хоть я и держу газ, но это... Ой-ой-ой. Ну, все, ладно. Ладно, это было напрасно. И вот окончание, друзья. Все хотели... Опа. А у нас сидел пассажир сзади. Еще и добиваем пятнашечку. У нас сидел в БЭХе пассажир. Это говорит о том, что пассажира больше нет. Итак, останавливает вся эта груда металлолома. Наш КамАЗ. БЭХа оказалась последней. Ну, по факту последней, конечно, пятнашка оказалась. Но мне кажется, друзья, мы сейчас очень долго и очень красиво продержались. А именно дальнобойщик Василий. Вот именно так сейчас, друзья, я сидел и дрожал. Реально. Я сидел, да у меня руки вот точно так же дрожали, как сейчас у дальнобойщика Василия дрожат. Но мы это сделали. Мы продержались долго достаточно. Не смотрел на время, знаю, что менее пяти минут. Но, по-моему, было очень красиво. Друзья, если вам нравится подобного рода ролики, обязательно, пожалуйста, поддерживайте их лайком. Я же, в свою очередь, каждого из вас благодарю за просмотр. Желаю всем удачи. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok